Итак, Королевство планеты обезьян только что вышло и продолжает события, которые мы видели, начавшиеся в 2011 году с восстанием планеты обезьян, его выпуска. Мы познакомились с новым злодеем серии, Проксима Цезарем. Планета обезьян умеет создавать отличных злодеев, например, Коба, рассвете планеты обезьян. Так Проксима Цезарь и Коба, два культовых злодея франшизы, решил сравнить. Давайте начнем. Вот Проксима Цезарь против Коба, кто лучше? Это видео содержит спойлеры. Часто величие злодея в мотиве его действий. Посмотрим на мотивы Коба и причины его поступков. Коба глубоко ненавидел людей за то, как они обращались с ним до вируса. Это породило в нем огромное недоверие, и несмотря на то, что у Цезаря был другой опыт с людьми и другой взгляд на них в целом, Коба не мог отделить свой прошлый опыт от того будущего, которое хотел построить Цезарь, стремясь к тому, чтобы люди и обезьяны могли жить в гармонии. Коба жаждал мести, хоть это и не было очевидно с самого начала. Со временем месть все более отходила на передний план, когда Цезарь стал проявлять сострадание к людям, что заставило Кобу сомневаться в верности Цезаря своему виду. Это делало образ злодея Коба таким сложным. Вы могли понять, почему он ненавидел людей. И он был прав, ведь их было так много. Которые пытались уничтожить обезьян, но его действия были совершенно неправильными. Коба не хотел строить лучшее будущее. Он хотел стереть людей с лица земли и любую обезьяну, которая встала бы на его пути. Фактически он хотел то, что имел Проксимус. Если посмотреть на Проксимуса Цезаря, это была обезьяна, которая спустя поколения интерпретировала учение оригинального Цезаря и верила, что следует его словам. Проксимус никогда не страдал от людей и существовал только в мире, где обезьяны были высшими. Поэтому ненависть к людям исходила из страха. Он знал о некоторых людях, которые могли общаться и были умнее остальных. И был один, который научил его миру раньше. Но знания о том, на что способны люди, было достаточно, чтобы заставить его хотеть окружить их и схватить их. Проксимус желал королевства. Не спасал от убийства обезьян из соседних кланов для земли и рабов. Его главная мечта – ускоренная эволюция обезьян до уровня людей в технологическом прогрессе или оружии. Он понимал силу, которую мог обрести, увидев оружие в первый раз. Проксимус был диктатором, не лидером обезьян. Он хотел благодарность обезьян и контролировал все знания и книги. Мотивы Кобры кажутся более убедительными и обдуманными. Мы видели Кобру на различных этапах его жизни. Быть лучшим другом Цезаря и затем быть убитым человеком, которому он доверял, дало ему трогательный и прекрасный финал. Кобра спасала Цезаря и его сына в рассвете, но Цезаря и убил Кобра. Он был отлично построенным злодеем, что привело к его концу. Мотивация Кобры и отвращение к людям было что-то, что вы чувствовали, глядя на персонажа. Это питало каждую клетку его существа и вызывало такой конфликт в наших умах. Проксимус он испытывал страх, но стремился сохранить доминирование вида, но гнев Кобры и разочарование в Цезаре не победить. Смешно, что Кобра убивала тех обезьян, что не следовали за ней. Тоже делал Проксимус. Хотя Кобра проиграла, его мотивация и гнев были гораздо сильнее. Думаю, можно сказать, что Тоби Кейбл и Кевин Дюран просто разнесли свои роли в этой франшизе. Во многом это озвучка, которую они делают на площадке, ведь их тела полностью сделаны в CG. Считаю, что лучшая работа Дюрана в фильме была в сцене «Какой прекрасный день». У него был голос авторитетного человека, и можно понять, почему другие обезьяны его боялись. Проксимус был очень интенсивным персонажем, особенно в разговоре, и это отличало его и Кобру. Вы чувствовали страх, говоря с ним, потому что он был умным и обладал широкими знаниями. Что касается Кейбла в роли Кобры, это было просто невероятно. Доставка его строк и выразительность анималистического была просто потрясающей. Одна из любимых сцен, когда он звал Цезаря. Объем голоса и его срыв, эмоции и вес в этом нескладная череда хрипов и слов не удалось скомпоновать предложения, как у других обезьян. Это персонаж, потерявший доверие к другу, и поворотный момент фильма. Я думаю, манипулятивная хитрость Кобры, которая обманывала не только своих, но и людей, была призрачна. Отличная работа обоих актеров, но игра Кебеля, взаимодействуя с другими и блестя один, выигрывает. Я связывал себя с Коброй, хоть он и был злодеем. На самом деле, у меня не было такой связи с Проксимусом, но это во многом может быть связано с нехваткой экранного времени с ним. Внешность. Одна вещь, которая выделяется в Кобре и Проксимусе, это тот факт, что они Бонобо. Это само по себе интересно, потому что они явно отличаются от главных героев обоих фильмов, Цезаря и Ноя, которые являются шимпанзе. Говорят, что маль Бонобо часто более агрессивны, чем шимпанзе, и они участвуют примерно в 2,5 раза более агрессивные взаимодействия. Поэтому нет никакой ошибки, что оба злодея являются Бонобо. Когда дело доходит до внешнего вида Кобры, я искренне думаю, что на него очень страшно смотреть. Кобра прошла через множество пыток и экспериментов со стороны людей, поэтому в конечном итоге она сдалась немного более страшный вид из-за шрамов на его лице и полностью затуманенной на глазах. В сравнении с Проксимусом, который не подвергался экспериментам и выглядел здоровым благодаря своему образу жизни как правителя, боевая раскраска Кобры на его лице также добавляла ко всему неприятному виду этого персонажа. Так как она намекала на то, что он всегда готов к бою. Контраст белого на его темном лице делал его глаза загадочными, смотреть в которые было сложно. Несмотря на то, что Кобра казался меньше Проксимуса, было что-то в его взгляде, что давало ему устрашающий вид и присутствие больше, чем сам он. Когда он делал зло, он был счастлив, и получаемое удовольствие также вносило свой вклад в его облик. Когда он кричал, его острые зубы часто высвечивались, подчеркивая его опасность. Но в отличие от, когда он улыбался, смеялся, пытаться манипулировать, был злой взгляд в его глазах, показал ненависть в нем. Кобра с ружьем, на лошади в огне, улыбающийся, просящий прощения с кровью на лице. Это настоящее лицо злодея, которое, по-моему, не может быть превзойдено в этой франшизе, даже тем, что называет себя Проксимус Цезарь. Есть элементы во внешности Проксимуса, которые мне нравились, как одежда, которую он носил. Глаза почти широко открыты, в отличие от более сдержанных глаз Кобры. Но, когда думаю, кто казался более пугающим грозным злодеем, без сомнения, Кобра. Как видите, Кобра, безусловно, занял почетное место лучшего злодея в франшизе «Планета обезьян». Оба были отличными дополнениями к фильмам, но для меня Кобра была большим присутствием, отличная предыстория, мотивы которой почти можно понять из-за обид. Ненависть, которую он испытывал из-за перенесенного лечения, а также взгляд злодея, приводящего вас в ужас и с которым не стоит сталкиваться. Так что, по-моему, Кобра однозначно лучший злодей. Итак, перед нами Проксимус Цезарь против Кобры. Кто из них лучший злодей? Если хотите видеть больше видео, где разбираются любимые фильмы и сериалы, нажмите на карточку в углу.